Уже в ближайшие выходные в столице Чеченской Республики Самарские крылья Советов сыграют первый матч нового сезона против Ахмата. К этому событию подопечные Игоря Осенькина готовились основательно. Дружина с берегов Волги провела пять контрольных матчей, чтобы футболисты набрали оптимальную форму и плавно вошли в график официальных турниров. Сперва команда прошла коллективный медицинский осмотр. Полузащитник Максим Витюгов чувствовал себя хорошо и по-доброму подшучивал над врачами. Ничего не будет, мы сейчас на камеру сделаем, тут у меня вообще все сделано. В начале июля самарцы минимально уступили географическим соседям из Саратова. Сокол оказался сильнее и одержал победу со счетом 1-2. Затем волжане сразились с Нижнекамским нефтехимиком и выиграли. После финального свистка на табло горели итоговые цифры 2-3. Самое главное всегда в первых 1-2 играх это восстановление игровых связей. Так это вот примерно называется. В середине июля наша команда провела два поединка с Казанским Рубином, который вернулся в элиту российского футбола из ФНЛ. В первой игре соперники разошлись миром 1-1. Во второй клуб из Татарстана выиграл 2-1. Заключительный матч прошел в Самаре накануне. Крылья советов померились силами с Екатеринбургским Уралом. Как итог 1-1. Объективно давать оценку состоянию команды только по результатам товарищеских встреч нельзя. Поэтому болельщикам стоит набраться терпения и дождаться официальных игр. Сейчас селекционный отдел занимается просмотром потенциальных новичков, чтобы укрепить костяк команды и усилиться на перспективу. Очень хорошую молодежь мы сейчас просматриваем. И я ей много дал играть, когда еще играть, как в первую очередь на сборах. В Крылье вернулась целая группа игроков из аренды, включая Барыча, Липового и Хубулова. Пока они все в обойме. Мы всех пока смотрим, щупаем. И решение будет еще гораздо позже. Дмитрий Иванесенья оправился от тяжелой травмы и очень хочет помочь команде в предстоящем сезоне. Осенькин рассчитывает на полузащитника, но не перегружает на занятиях. Иванесенья только вчера на тренировке почувствовал небольшую проблему. На самом деле всю неделю он тренировался. Самое громкое усиление для Крыльев в межсезонье – Егор Карпицкий. 19-летний белорус перешел в стан самарской команды из Солигорского шахтера. Юный нападающий наколотил за свой бывший клуб 12 мячей и отдал две результативные передачи только в текущем сезоне национального первенства. Кроме того, форвард выступает за юношескую сборную Белоруссии. В майке национальной дружины он провел 8 встреч и забил 4 гола. Талантливый футболист уже побывал на домашнем стадионе и обратился к фанатам волжского клуба. Привет всем самарским болельщикам. Теперь я буду играть за крылья советов. И буду стараться делать так, чтобы мы побеждали в каждом матче. До закрытия трансферного окна в России остается несколько недель. За это время самарская команда может сделать еще несколько громких приобретений. На кого обратит внимание селекционный отдел, пока остается загадкой. А вот по первым матчам самарцев уже все понятно. Календарь сформирован. Напомним, 22 июля волжане в первом туре РФПЛ сразятся с Ахматом на выезде. Уже 26 июля в следующую среду подопечные Игоря Осенькина проведут первый матч в Кубке России на Самаро-арене против Калининградской Балтики. Мы будем работать для вас на всех домашних матчах крыльев и рассказывать о ключевых событиях на поле. Следите за анонсами в наших социальных сетях и на официальном сайте Самарогиз. Анатолий Головко, События.